Сейчас у белорусских пенсионеров и семей, которые получают детские пособия, есть два варианта для получения выплат. Через почту и на свою банковскую платежную карточку. Последний исключительно по собственному желанию, но скоро все изменится. Пенсию и пособия с 1 июля 2024 будут выдавать только через банк. Исключение сделано для пенсионеров старше 70 лет, инвалидов первой и второй группы, а также лиц, которые не имеют паспорта по религиозным убеждениям. В связи с изменением законодательства с 1 июля 2024 года изменится порядок получения граждан пенсий и пособий семьям, воспитывающих детей. Начиная с 1 июля 2024 года гражданам, проживающим в городе Минске, в городах областного подчинения, районных центрах, соответственно и в городе Мозыре, пенсия и пособия будут выплачиваться только через банк следующим категориям гражданам. Гражданам в возрасте до 70 лет, инвалидам третьей группы и гражданам, получающих пособия семьям, воспитывающих детей. Исключение составляют граждане, которые получают пособия, воспитывающие детей, которые сами являются инвалидами первой и второй группы, либо получатели пособий, в семье которых воспитывается ребенок-инвалид до 18 лет. Данным категориям граждан предоставлено право выбора получать пособия через банк, либо через почту. Таким образом, вопрос об оформлении банковской карты скоро станет насущным для пожилых граждан и получателей пособий, которые живут не в сельской местности и получали пенсии через почту. Выбор финансового учреждения, который будет давать пенсию, по-прежнему остается за получателями. Однако не у всех белорусских банков будут такие полномочия. Для получения пенсии и пособия в банке необходимо открыть базовый счет не позднее 10 июня 2024 года, а также одновременно заполнить в банке заявление о перечислении пенсии либо пособия. Банки-партнеры. Беларусьбанк, Приорбанк, Белагропромбанк, Сбербанк, Белгазпромбанк, Белинвестбанк, Банкдобробыт, Белвнешэкономбанк. Для более подробной информации необходимо обращаться в Управление по труду, занятости и социальной защите Мозорского райисполкома либо по телефону, указанному на экране. Конечно, вопросы будут возникать, но чтобы не было проблем с получением пенсии и пособий, начиная с июля, необходимо уже сейчас задуматься об открытии счета в банке. А если возникнут трудности, проконсультируют специалисты Управления по труду, занятости и социальной защите. Номера телефонов на ваших экранах. Светлана Грудькова, Вячеслав Приписнов. Телекадал Мозорь.